Добрый день, уважаемые коллеги! Мы начинаем новый цикл передач «Диалоги о ритейле», так сказать, «Диалоги-2». В рамках этого проекта мы будем говорить о том, какие технологии использует сегодняшний ритейл и производитель для того, чтобы увеличить свои продажи. Мы будем говорить о том, что нужно современному ритейлу и всем участникам рынка для того, чтобы развиваться вместе, развивая рынок и больше зарабатывая. На содержание каждой из программ вы можете влиять, поэтому не ленитесь, проявляйте активность и пишите нам. Сегодня у нас в гостях Андрей Тетерин, коммерческий директор компании Spar Retail. Андрей мой старый знакомый, мы с ним не один раз уже общались на разных конференциях и круглых столах. У него большой опыт в разных розничных сетях и интересное мнение на все происходящее. Добрый день, Андрей! Добрый день, Петр! Добрый день, коллеги! Андрей, первый вопрос о том, что сегодня происходит, на ваш взгляд, в рознице. Как поменялся рынок и что нового ожидает как производитель, так и соответственно ритейлер? На сегодняшний день, это не мое мнение, это отмечено и в СМИ, и в аналитических изданиях, происходит переток покупателя между розничными компаниями различного ценового сегмента. Отмечается массовый отток покупателей из гипермаркетов, что, скорее, связано не с ценовой политикой гипермаркета, а с тем, что покупка в гипермаркете предполагает больше номинал. Мы все понимаем, что, приходя в большой магазин, мы зачастую покупаем товары, которые, может быть, и не являются первой необходимостью. Все, что смели с полки. Все, покупатель стал очень экономный, считает деньги, лучше запоминает цены, сравнивает два магазина, стоящих рядом. Если говорить об общих экономических показателях в цифрах, трафик в нашей сети, он снижается не так значительно, как мы ожидали, у нас были более пестимистические прогнозы. Средний чек падает. Кроме этого, меняется структура покупки. Мы отмечаем сокращение доли импортных товаров. Это связано, наверное, с тем, что их нет. Не только с кризисом, который случился в декабре. Наверное, здесь повлияли еще и экономические санкции, ответ на ведерный эмбарго на импорт некоторых видов товаров. Доля импортных товаров в нашей сети сократилась, наверное, с 35-40% до 22-23%. Цифры оценочные, наверное, если взять более подробные отчеты, можно дать с точностью до долей процентов, но порядок цифра примерно такой. Смещается спрос в сторону товаров более низкой ценовой категории. В связи с этим, наверное, многие аналитики отмечают рост продаж в сетях, в дискаунтерах. А вот идет смещение, где чек упал. Он упал в рублях или он упал в объеме тоже. Вот помним, когда мы с вами разговаривали про рыбу, да? Вы говорили, что там охлажденная рыба очень странно поменялась в объеме продаж. То есть, она по количеству чеков изменилась не сильно, а вот по размеру каждого чека поменялась существенно. Ну, можно сказать, ну, такой дать сделать вывод. Количество денег, которые наши покупатели тратят на приобретение продуктов питания, наверное, не изменилось. Все-таки зарплаты остались теми же, цены значительно выросли, а потребности семей, они, в общем-то, тоже никуда не делись. Поэтому кто-то делает выбор в пользу более дешевых продуктов, кто-то остается на своих привычных товарах, но сокращает объем. Вот, вторых, наверное, меньше. В большей степени люди переходят на более низкий ценовой сегмент потребления. Андрей, а вот как изменился ассортимент? Вот, потому что ввели эмбарго, много поменялось, там сырная полка прям поменялась, там, скажем так, оскуднело очевидно, да? А вот как изменился ассортимент в остальном? Что-то случилось с поставщиками? Стало ли поставщиков меньше? Стало ли предложение в целом меньше или предложение осталось таким же? То есть вот с той стороны прилавка, стороны производителей напор упал или гораздо меньше компаний теперь просто хочет работать и делать предложение? Ну, с точки зрения игроков на рынке, если мы говорим о молочных продуктах, о сыре, я не помню каких-то громких банкротств или закрытий. С некоторыми мы перестали работать в связи с тем, что сократилась товарная матрица по поставщику и вот несколько позиций, которые остались в матрице, они стали просто экономически невыгодные по доставке. У нас РЦ, распределительный центр у сети есть, но он обрабатывает только сухие грузы, не требующие температурного условия хранения. Сыры к таким не относятся. Поэтому здесь только прямая доставка, ну и соответственно мы не можем выполнить минимальный уровень заказа, поставщик не может себе позволить при сохранении цен возить условно на 500 рублей делать. То есть, там поставщиков меньше, в первую очередь, потому что у них объем продаж сократился? У них сократился ассортимент. Те поставщики, которые делали акцент в своей продуктовой корзине на, скажем, товары из Европы, да, у них сейчас большие проблемы. Ну, либо использовали импортное сырье, да? Либо использовали импортное сырье, да. Хорошо. Такой вопрос, соответственно, поставщиков стало меньше. Да, в продаже начинают сокращаться как на магазин, так и на чек. Что компания планирует делать в этом году для того, чтобы продаж что-то увеличить? Потому что нельзя же говорить о том, чтобы сохранить, ну, сегодняшний объем. Нужно же говорить о росте. Да, хотя бы сохранится что-то. Мы будем предлагать возможность сделать экономичную покупку. Ну, помимо уже всем, наверное, надоевшего для словосочетания социальные товары, которыми так, цены на которыми так и беспокойно сейчас наше правительство. Да, такие товары, они у нас тоже есть, они выделены. Ну, как замороженная? Ну, как замороженная? Цена на них, по сути, она вот не настолько сильно меняется, ну, на некоторую часть этих товаров, чтобы была необходимость как-то специально их морозить. Я делал недавно аналитику. Вот цена на хлеб потом за прошлый год, ну, по состоянию на 1 января 2015 по сравнению с 1 январем 2014 года, она выросла на 10 процентов. За год было два повышения цены. То есть, понятно, что сегодня все сети, которые участвуют в этом, ну, в заморозке социальных товаров, они все могут практически гарантировать, что происходит, что доллар не будет стоить на 20 рублей. Большинство этих товаров так и останутся неизменными. И при этом, ну, не произойдет небольших потрясений ни у сети, ни у поставщиков. Ну, я думаю, что не произойдет, но еще нужно учитывать, что все-таки это действительно 26 категорий товаров, доля продаж которых, она, ну, минимальна. И, в общем, если сегодня в стране такое пристальное внимание к этим товарам, то есть, если придается, ну, такое вот неполитическое значение цене на эти товары, то, в общем, ничего не стоит сети заморозить эти цены. Даже если это будут убытки, поверьте, они будут, ну, копеечные. Ну, понятно. Дело же, я думаю, не столько в самих ценах, сколько в разговорах об их заморозке. Ну, наверное, это своего рода привлечение внимания, собственно, к сети. Ну, это хорошая пиар-компания, в конце концов. Ну, понятно. Ну, и для, как для сети, так и для тех, кто является инициатором заморозки. Итак, это первое. Понятно, что для, в рамках работы с покупателями у вас такой основной, ну, как вы сказали, если я правильно понял, основной тренд – это сохранение имеющихся покупателей, сделать так, чтобы они от ваших магазинов не уходили к другим магазинам, к магазинам, которые, там, будут рядом или, ну, магазины-дискаунтеры. А поставщики? Что с поставщиками? Да, как вы планируете менять с ними работу? Потому что понятно, что поставщики являются очень важной составляющей в доходе любой сети. В марте стартует очередная переговорная кампания. Она будет очень необычная. То есть все, скажем, годами наработанные методы и ведение переговоров, и обоснование условий, они сейчас либо не совсем обоснованы, либо не работают вовсе. Наверное, это будет вот первая переговорная кампания, где вот каждый категорийный менеджер получит возможность проявить именно свои менеджерские качества, индивидуальные, а не просто сработать по заранее заготовленному шаблону. Шаблонов, скорее всего, не будет. Либо, повторюсь, они будут недейственны. Наши поставщики находятся в очень сложной экономической ситуации. Многие, да, большинство зависят от курса национальной валюты. На прошлой неделе, буквально недавно, была у меня беседа с российским производителем консервированной продукции из сырья, выращенного в Краснодарском крае. Ну и вот на мой, в общем, справедливый вопрос, а почему, собственно, у вас все, в общем-то, и предприятие российское, и производство в России, как вы зависите? Ну, банка у нас американская, посевной материал европейский, техника бывает турецкая, линия итальянская. Да, зарплата рабочие наши, то есть флотон российский, коммуналка российская, все это понятно. Но доля импортных составляющих себестоимости сырья может доходить до 70% по некоторым видам продукции. Ну, 70% еще хорошо. У меня есть знакомая компания, которая производит всякие разные там специи консервированные. Там всякие разные типа хрен, гречка. Так вот, у них российского соль и вода. Все остальное импортное. Ну, и рабочие, безусловно. Ну, да. Понятно. То есть, получается, в сегодняшних условиях сеть сможет меньше пользоваться своей рыночной силой, да, потому что с поставщиками нужно будет больше договариваться. И поэтому, получается, у поставщиков, у менеджеров, у компаний-производителей, получается, больше возможностей для того, чтобы провести эти переговоры, тоже проявив свои индивидуальные профессиональные качества и свою компетенцию. Правильно я понимаю? В общем, да. То есть, эти переговоры будут не с биением младенцев, а это реально переговоры с, ну, не с одинаковыми шансами, но с большими шансами у производителя, с большими, чем раньше. Да, соглашусь с этим. Шансов сейчас у производителя, поставщиков больше. Отношение сети к поставщику меняется. Мы все-таки больше прислушиваемся к потребности поставщика. И чаще находим компромиссы. Сейчас в текущей ситуации разбрасываться поставщиками, это очень расточительно. Поговорили про цену, я там сразу за цену решил зацепиться. А сейчас, как раз буквально, кто-то провел уже до конца кампанию повышения цены в связи с изменением цены валюты и других ресурсов. Кто-то все еще продолжает биться за то, чтобы ему повысили цену входную, цену отгрузки в сеть. А вот такой вопрос, какие аргументы и как должен предоставить поставщик для того, чтобы сеть не говорила ему попозже, 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 а в принципе подняла цены. Потому что я знаю компании, которые подняли цены буквально на раз в Ашане на 20%, и есть компании из той же отрасли, которые подняли на 3%, причем могли также на те же 20% поднять. Вопрос, что, по вашему мнению, должен и как говорить поставщик-производитель для того, чтобы повышение цен было принято? Нам очень легко принимать решение по повышению цены на товары собственной торговой марки российского производства. Ваши торговые марки? Да, торговые марки SPAR. В приложении к договору существует расчет себестоимости. Каждая составляющая расписана и в процентах, и в рублях. Поэтому при подаче заявки на повышение цены производитель STM указывает, какие именно составляющие себестоимости у него выросли, на какой процент. Это проверяется очень легко. Как правило, указывают, скажем, рост коммунальных услуг, которые, в общем-то, понятно, они у всех примерно одинаковые. Рост цены на конкретные ингредиенты. Если какой-то ингредиент был импортный, то, в общем, можно посчитать, какую долю он занимал в себестоимости продукции. И вопрос принятия цены сводится к математической проверке корректности назначения новой цены. Ну, это буквально один рабочий день на принятие решения. То есть, вы получили изменения и получили результаты? Вот от поставщиков остальных мы, как правило, получаем письма такого содержания. В связи с тем, что произошло вот это, 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 мы повышаем цены на 20%. А еще лучше так, что цены на наши товары поднимутся от 10 до 30%. Далее идет перечень товаров, из которых какие-то поднялись на 10, какие-то на 30. Без объяснения. Без объяснения причин, почему именно этот товар и почему на 30, а вот этот на 10. Здесь мы принимаем решения гораздо дольше. Уже основания другие. Мы смотрим за состоянием полки наших конкурентов. Если по результатам мониторинга, очевидно, что данное повышение принято основными игроками, нашими конкурентами. Мы, в общем, тоже его принимаем, потому что мы не можем отставать от рынка. А если не принято, то производители начинают ходить по кругу, говоривая всех кого-то поднять первым. Потому что это там известная история, когда в сети друг друга, ну, показывают друг друга, говорят, когда он поднимет, я подниму. Ну и вот поставщик, который делает подобное объяснение, что мы хотим поднять на 20 или на 10%, начинает бегать по кругу, пытаться договориться с кем-то одним первым. Ну, я думаю, что вот в текущем моменте одна из крупных федеральных сетей, не буду называть какая, приняла такое решение первой. Какие мотивы были для такого решения, я не знаю, но совершенно очевидно, что это решение было принято. Были смягчены условия и по периоду между повышениями цен и по проценту повышения. То есть они фактически отличались от прописанных в действующих договорах поставки. Ну и весь рынок пошел следом. Ну, понятно. Ладно, с ценами поднялась. Как бы хотел бы по ценам сделать маленькое резюме. Чем более будет обосновано поднятие цены, то есть по деталям, чем больше экономически будет обосновано это поднятие цены, чем больше мониторинг будет предоставлен в этом предложении, тем быстрее можно поднять и больше шансов на то, что это можно будет поднять. Если писать, как обычно, хотелки и желания, что давайте, пожалуйста, поднимем, то, я думаю, сети будут долго обсуждать этот вопрос. Опять же, чем больше экономики и больше расчетов в предложении, тем быстрее и короче путь к результатам. Да, за исключением. Если только вы не международный бренд, который не нуждается в таких расчетах. Ну, да, тогда просто пишите письмо о том, что поднимаете и все. Ну, это там, как бы между рынком брендом проще во всем. Итак, следующий вопрос вот такой. Вот как вы думаете в этом году, в следующем, как должны измениться сети для того, чтобы быть более успешными? Потому что понятно, что рынок прошлого, тем более позапрошлого года, будет сильно отличаться от рынка сегодняшнего года и следующего. Да, вот что должны будут делать сети в своей работе для того, чтобы быть, ну, хотя бы не столь же, а еще и более успешными? Ну, я думаю, что не только сети, но и все участники рынка, они должны отойти от привычных схем работы. Все, что мы нарабатывали последние 10 лет, оно либо не актуально, либо не действует, либо требует кардинальных изменений. Да, нужен какой-то креативный подход, нужны какие-то новые комбинации, новые предложения, новые идеи. Наверное, они нужны в любой исторический момент, но вот в кризисный период без них просто не выжить. Зацикливаться на каких-то своих внутренних правилах, регламентах, политиках, наверное, можно, но очень опасно с точки зрения не только развития, но просто выживаемости сети. Ну, а вот, например, хотя бы там три таких примера более детальных. Ну, например, мы отходим от нашего видения ценового позиционирования сети. Компания Spar, вообще бренд Spar всегда себя позиционировал как бренд среднего ценового сегмента. Мы будем предлагать товары низкого ценового сегмента. Мы будем их выделять на полки. Мы отведем внутри компании для этого отдельный проект. Внутренние регламенты будем менять. Будем сокращать персонал. Будем увеличивать эффективность работы. То, что будем что-то, может быть, какие-то службы выводить на аутсорсинг. Ну, какие-то вещи, которые нам помогут, ну, если не заработать дополнительные средства, то сэкономить. Ну, вот это, то, что вы сказали, это подходит ко всем и производителям, и сетям. То есть вопрос эффективности – это очень важный вопрос, потому что сегодня в многих компаниях ту работу, которую может делать один человек, с ней еле справляются пятеро. То есть это частый случай, к сожалению. И последний сегодня вопрос – ваш прогноз рынка на ближайшие два года. Вопрос интересует всех, меня кто интересует тоже. И понятно, что любые прогнозы, даже прогнозы погоды, они не очень благодарное дело. Но, тем не менее, что думаете? Ну, что думаю, не сложно делать прогнозы, потому что, действительно, ситуация, она, вот та, которая в стране, она достаточно уникальная. Она не похожа ни на кризис 2008-го, ни на кризис 98-го года, уж тем более, не похожа на ситуацию в 90-е годы. Ну, я думаю, что вот летом мы увидим большое количество как банкротств, так и сделок по слиянию, по поглощению. То есть что-то будет происходить. Это будет происходить и среди ритейлеров, и среди поставщиков. Ну, сейчас, да, могу говорить, наверное, только вот более квалифицированно за продуктовый ритейл. Ну, наверное, вот других прогнозов, каких-то более взвешенных сделать не могу. Хорошо, Андрей, спасибо. Это был Андрей Тетерин, компания Spar, Spar Retail, коммерческий директор. Большое спасибо всем, кто нас смотрел. Напоминаю, что это первая программа цикла передач «Ждеология ритейли». И на специальной странице в сайте, на сайте Retail.ru вы сможете задавать вопросы к будущим передачам. Вопросы, которые вас будут интересовать для того, чтобы мы их задавали другим участникам рынка, ритейлерам, производителям и просто экспертам. Спасибо, до следующей встречи. Спасибо за внимание, коллеги. До свидания.